Оценивают условия проживания владимирцев. Лучшие дома областного центра уже по традиции выбирают в нескольких номинациях. Победители определяют среди домов до 2015 года постройки и после. Всего на конкурс в этом году подали заявки жители 29 домов. Районный этап преодолели 13 из них. И среди этих домов конкурсная комиссия уже выбирала лучших. По каждому адресу жюри выезжало лично. Оценивали конкурсантов по стубальной системе. Смотрели полностью все конструктивные элементы, общее благоустройство придомовой территории, благоустройство внутри дома, какие-то инновационные моменты. То есть смотрели комплексно весь дом и всю придомовую территорию. Совместно с жителями, совместно с сотрудниками администрации, совместно с членами комиссии. По итогу самую высокую оценку 100 баллов получил дом номер 4 на улице Мира и был признан лучшим среди новостроек Владимира. Благоустроенная территория, красивая детская площадка, большое количество зеленых насаждений. При этом жюри конкурса высоко оценило не только внешнее состояние многоэтажки. В этой новостройке отдельно отметили состояние коммуникаций, в частности теплового узла. За отопление и подогрев воды жители этой многоэтажки платят меньше всех в городе. На самом деле они стали платить чуть меньше, чем средние дома. Не так давно, в результате эксплуатационных действий совместно с застройщиком управляющей компании мы пересмотрели, перебрали его, грамотно его настроили и получили должный эффект. Статус лучший дом – это результат грамотной и совместной работы управляющих компаний и жителей. Таков секрет успеха и еще одного победителя конкурса. 27-й дом на Октябрьском проспекте признают лучшим уже во второй раз. В первую очередь привлекает внимание эта многоэтажка своей придомовой территории. Сюда, на детскую площадку, приходят играть ребята со всего района. Чистота, интересные сооружения и даже скульптуры слона-медведь – главные любимцы местной детворы. Здесь действительно хватает места и для всех детишек, и в то же время все снаряды сделаны таким образом, что дети могут быть самозанятыми. И можно просто вечером выйти и даже просто посидеть, отдохнуть. Площадка огороженная, можно не переживать, что подъезжающие машины, что ребенок подбежит к машинам. И, в общем-то, я как мама довольна, и детки довольны. В этом году в доме провели масштабные работы. Отремонтировали крышу, входные группы и отдельная гордость жильцов – холл в одном из подъездов дома. Члены жюри говорят, такого ремонта они не видели ни в одной из многоэтажек. На потолках люстры из хрусталя, на стенах дорогостоящая плитка. На этот ремонт жильцы из каждой квартиры собрали по 8 тысяч рублей. В итоге первый этаж подъезда теперь сделан по эксклюзивному дизайнерскому проекту. Вся идея моя, то есть я собрала собрание жителей первого подъезда. Перед этим был уже дизайн-проект готов. Мы определили, сколько чего с каждой квартирой нужно будет. И меня поддержало из 80 квартир 70. То есть я считаю, это очень хороший процент. Все люди помогали. В планах у жильцов сделать такой ремонт во всех подъездах дома. А в мечтах установить во дворе дома фонтан. Отмечу муниципальный конкурс «Лучший дом из года в год» проводится в нашем городе. В первую очередь с целью поддержки и поощрения жителей, заинтересованных в создании комфорта, уюта и безопасности в своих домах. Ирина Шульга, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант».